В 2001 году на экраны выходит фильм режиссера-постановщика Стивена Сомерса «Мумия возвращается». Неудивительно, что сразу же после того, как объявили о начале съемочного процесса, фильм сразу же попал в список самых ожидаемых кинопроектов года. В студии полностью доверяли Стивену Сомерсу, а основным пожеланием студийных боссов было сохранение оригинального актерского состава. С этим никаких проблем не было, так как основные действующие лица с радостью организованно подписали контракт на участие в продолжении фильма. А когда все в сборе и готовы работать, можно смело начинать. И они начали с поиска локаций для съемок. Как и в первом фильме, Египет и окрестности, а также бескрайние просторы пустыни снимали в Марокко. Песчаные дюны, показанные в фильме, это территория Эркшеби. Здесь съемочная группа вновь столкнулась с беспощадно палящим солнцем, ветром и песком. Однако никто особо не жаловался. Рэйчел Вайс рассказывала, это часть нашей профессии, работать в непростых условиях, которые лишь добавляют адреналина и помогают лучше вжиться в образ, снимая в таких вот замечательных местах. Тем более, что в Лондоне погода не радовала нас, где постоянно шел дождь, вспоминала актриса. В Марокко бороздил просторы пустыни Дуэйн Джонсон. Там же снимали фивы и батальную сцену, в которой участвовала армия царя скорпионов. Здесь же, в Марокко, снимали сцену противостояния Меджаев с армией Анубиса. Все общие планы поезда снимали в Иордании, на старой железной дороге, построенной для перевозки паломников из Сирии в Саудовскую Аравию. Часть развалившейся старой железной дороги восстановили специально для съемок фильма. Также в Иордании снимали каньон, в который попали герои фильма, скрываясь от водяной бори, вызванной им Хатепом. Интересно, что здесь же Стивен Спилберг снимал эпизод своего фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Сцены в Египте в начале фильма, где находятся герои Фрейзера и Вайс, снимали в специально организованном павильоне на студии. Эпизод нападения пигмеев снимали в одном из парков, расположенных в пригороде Лондона. Часть сцен сняли в лесу близ Бакингемшира. Продюсер Джеймс Джекс рассказывал, что съемки в парке стали настоящим испытанием для актеров массовки. Обширная растительность парка стала ловушкой для многих из них. Доходило до смешного, когда кто-то из актеров попадал в тиски растительности, и эпизод приходилось переснимать. В Бакингемшире снимали общий план дома Оконнелла. Сцены внутри снимали в старинном особняке на юго-востоке Лондона, который принадлежит самому Ридли Скотту. Часть сцен сняли в одном из музеев Лондона. Как утверждали авторы «Мумии», во время съемок ни один экспонат музея не пострадал. Охотно верим им. А вот головокружительную погоню на двухэтажном автобусе снимали в Лондоне. Две недели. Сами авторы называли тот эпизод тем еще приключением. С массой сложностей надо было договориться о перекрытии на время отдельных улиц. А это не марокканская пустыня, а огромный Лондон. Такие просьбы у властей города вызывали недоумение. Но впоследствии они шли нам навстречу. С улыбкой вспоминал Стивен Соммерс. Снимали поздним вечером или же и вовсе глубокой ночью. Изначально мост планировали создать с помощью графики. Но продюсеры фильма сумели договориться и ту сцену снимали действительно на знаменитом разванном Тауэрском мосту. У съемочной группы для съемок того эпизода было всего-то 20 минут. Сам автобус был собран специально по заказу студии. А все сцены внутри автобуса снимали в павильоне. Копию салона автобуса съемочная группа создавала в течение 10 дней. А вот место, в котором лидер культа Хатес воскрешает Имхотепа, снимали не в Африке, а в Лондоне. В павильоне студии сняли место раскопок в Камунаптре, где покоился Имхотеп. Жрецы – верные слуги Имхотепа, как и в первом фильме, на общих планах – это работа художников и графики. А вот на крупных планах – самые настоящие актеры-статисты, в специальных костюмах и гриме. К слову, наложение Имхрима занимало два часа времени. Стивен Соммерс также принял участие в фильме как актер. В эпизоде, когда Рик и Иви приезжают к Изи, тот самый забавный тип в ванной под открытым небом, читающий газету – это и есть режиссер фильма Соммерс. О, Конан, ну глядись вокруг, зачем мне деньги? Дуэйн Джонсон расстроился тем, как малоэкранного времени досталось его герою. Однако расстраиваться актеру долго не пришлось, потому что уже в 2002 году на экраны вышел фильм «Царь скорпионов» – спин-офф фильма «Мумия возвращается», где Джонсон сыграл главную роль. Визуальными эффектами, в частности созданием пигмеев для фильма, занималась команда Джона Бертона. Он рассказывал, на создание этого образа повлиял известный фильм прошлого «Зубастики». Пигмеев фильма «Мумия возвращается» он называл оригинальной смесью зубастиков и уменьшенной копией жрецов Имхотепа. Рэйчел Вайс ради участия в продолжении «Мумии» отклонила два предложения сниматься в других проектах. Так хотелось вернуться к образу Иви. Соммерс не хотел повторяться и долго размышлял над тем, чем же заменить трюк Имхотепа со вздымающимся песком. И решил, что всемогущий Имхотеп сможет организовать уже не песчаную, а водяную бурю, ловушку для Аконнелла и друзей. В сцене поединка Вайс и Веласкис отказались от дублеров. Для этого им пришлось провести много времени, работая с инструктором. Сцену снимали долго, актрисам приходилось непросто, но они справились. Дублер понадобился Веласкис лишь в одном эпизоде, когда потребовалось выполнить сальто, которое заканчивалось в шпагате. Были и забавные происшествия в ходе съемок того памятного спарринга. Продюсер фильма Шон Дэниел рассказывал, в студии было так много желающих посмотреть съемки того эпизода, что мы могли бы продавать билеты на поединок Вайс и Веласкис и собрали бы полный стадион. Джон Ханна рассказывал, что он очень скучал по своему герою Джонатану. У Джона в ту пору был довольно-таки плотный съемочный график, но именно мумию он называл особым проектом. На съемочной площадке царит невероятная атмосфера. Разнообразные интересные съемки, масса переездов и все это образует какой-то неповторимый актерский кайф, рассказывал Ханна. В свою очередь Рэйчел Вайс вспоминала съемки и называла Джона неутомимым весельчаком. На съемках он всегда смешил меня и заражал позитивом. И хотя он этого не признает, но у него есть очень много общего с его героем Джонатаном. По части юмора так уж точно. Армия Анубиса полностью создана при помощи компьютерной графики. Режиссер Соммерс лично нарисовал образ и приложил описание воина, с которым работала команда Бертона. Он рассказывал, что описание героев было впечатляющим. Мускулистые гуманоиды высотой около трех метров, с головой шакала и головным убором, подобным тому, что носили древние египетские фараоны. Одетые в золотые доспехи и вооруженные топорами и копьями. Выносливые и кровожадные, способные бежать с невероятной скоростью. Воин армии Анубиса может погибнуть лишь после того, как ему отрубили голову. Фантазия Соммерса так впечатлила Бертона, что тот серьезно предлагал Стивену освоить компьютерную графику и лично заняться созданием армии Анубиса. Фараон из первой мумии также принял участие в продолжении. Соммерс днями и ночами вынашивал оригинальные идеи для своего сценария. Решил показать события, произошедшие до того, как фараон был убит. Это и поединок Вайс и Веласкис, а также то, как его дочь принцесса, героиня Рейчел, увидела нападение Ангсу на Мун и Имхотепа на отца. Соммерс таким образом объяснил столь быстрое появление Миджаев в той сцене, в первом фильме. Эпизодическую роль фараона сыграл Аарон и Пале. К сожалению, актера уже нет с нами. Аарона не стало в июне 2016 года. Ему было 76 лет. В той сцене убийства фараона Соммерс использовал отснятый материал из первого фильма. Изначально озвучивать свою компьютерную версию Царя Скорпионов должен был Дуэйн Джонсон, но впоследствии его озвучил музыкант Макс Кавалера. При монтаже Соммерс чел его голос самым подходящим для Царя Скорпионов. Как видим, и здесь Дуэйну не дали поработать и озвучить своего же героя. Дона Эйр, сыгравшая в фильме эпизодическую роль подружки Джонатана, попала в фильм абсолютно случайно. Дело в том, что Соммерс в последний момент внес правки в сценарий и пришлось искать девушку на эту роль. Поиск был быстрым и результативным. Продюсер фильма Шоан Дэниел лично был знаком с Донной, телеведущей, работавшей на английском телевидении. Она как раз в ту пору трудилась над репортажем, посвященным съемкам фильма «Мумия». Вот так вот случайно она и попала на эту роль. Ты такой храбрый и богатый. Я говорил тебе, что я богатый. Иначе что я здесь делаю? А Дэвали Адынои Акбажи. Актер со столь непростым для восприятия нашему уху именем сыграл в фильме колоритного силовика культа Имхотепа. Своего героя в фильме он в шутку называл раздражительной и неугодной сиделкой юного сорванца сына Аконнелла. На съемочной площадке он проводил с мальчишкой очень много времени и рассказывал, что с ним у него были доверительные отношения. Работалось легко, мы практически не испортили ни одного дубля. Но разве что парочку с улыбкой вспоминал о Дэвале. Нет, 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 нет. Здорово! Глаз алмаз! О чем ты? Я промахнулся. На роль сына Иви и Рика претендовало 150 мальчишек возрастом не старше 10 лет. В ходе непростого, тщательного отбора на роль Алекса Аконнелла был утвержден юный Фредди Боат. Он оказался преданным фанатом первого фильма, знал каждую сцену и фразу наизусть. Брэндона и Рэйчел называл лучшими актерами и был несказанно рад тому, что на время съемок стал их сыном. Фрейзер вспоминал, как в перерывах между съемками Фредди радостно и страстно пересказывал ему фрагменты с участием Рика Аконнелла в первом фильме. Фредди рассказывал, что пересматривал первую мумию раз в 40. «Замечательный мальчуган, который не играл, а жил в том времени, когда мы снимали фильм», – вспоминал Брэндон. Сомер схвалил мальчишку за его сообразительность, работу во взрослом коллективе и то, что тот отлично запоминал сценарий и не портил дубли. Казалось бы, парня ждет светлое актерское будущее, но, снявшись в эпизодах нескольких сериалов, впоследствии повзрослевший Фредди избрал карьеру рекламного агента. Патрисия Веласкес была несказанно рада, что получила гораздо больше экранного времени в сравнении с первым фильмом. «Анг Сунамун будет чем удивить зрителя», – так анонсировала свое появление в фильме Патрисия. Хотя на самом деле Веласкес сыграла сразу две роли – Милы и Анг Сунамун. После премьеры некоторые зрители буквально-таки забросали гневными письмами студию. Они были недовольны тем, как Анг Сунамун бросила Имхотепа, когда тот нуждался в помощи. Многие полагали, что такое решение Сомерса было ошибкой и развенчало миф о тысячелетней любви верховного жреца и его возлюбленной. Сомерс держал в уме то, что в студии предложат именно ему снимать третий фильм. И он не хотел возвращаться к истории Анг Сунамун и Имхотепа, поэтому и убрал этих персонажей из фильма. Вот только третий фильм доверили снимать Робу Коэну. О грандиозных планах на третий фильм Сомерсу пришлось забыть. Композитором фильма являлся знаменитый Алан Сильвестри, который заменил на этом посту Джерри Голдсмита, работавшего над музыкой первого фильма. Очевидно, что Сильвестри справился со своей миссией более чем успешно. Музыкальное оформление второй мумии ничем не уступает первому фильму. Арнольд Вослу, как и в первом фильме, работал для захвата движений компьютерной версии воскресшего Имхотепа. Изначально хотели пригласить актера-статиста, но Вослу настоял на том, чтобы это был именно он. Арнольд, всегда отличавшийся отличным чувством юмора, рассказывал, «Я очень хотел вернуться к своей рождественской елке и не мог доверить эту важную миссию кому-то еще». Рождественской елкой актер называл себя, одетого в специальный костюм для захвата движений. Сцену поединка Имхотепа и Аконнелла снимали в павильонах студии в Лондоне. Арнольд рассказывал, «Брэндон – высокий, физически сильный мужик. В той сцене я был практически полностью обнажен, поэтому, когда я падал или удары Фрейзера достигали цели, мне даже не приходилось притворяться, мне действительно было больно». Каждое утро в канун съемок для Вослу начиналось с процедуры бритья. Актеру сбривали все волосы на теле. Арнольд вспоминал, «Однажды попробовали брить меня воском. Это было самое сложное и болезненное испытание в моей жизни». Роль Имхотепа принесла Арнольду всемирную известность. Вослу рассказывал, «Я был готов играть Имхотепа и в глубокой старости. Если бы мне предложили, то я бы согласился на участие в съемках «Мумия-25». Да, безусловно, Имхотеп для меня это особый персонаж». Дуэйн «Скала» Джонсон отказался от дублера, и все сцены, снятые с ним в Марокко, общий и крупный план – это Джонсон собственной персоной. В экшн-сценах, в которых царь Скорпионов истреблял противников, Дуэйн был неподражаем. Но от дублера «Скала» зря отказался, потому как марокканская пустыня и жара не пощадили актера. Солнечный удар, да еще и пищевое отравление настигли Дуэйна в Марокко. Но все сцены были сняты вовремя, без отклонений от графика. Команда Джона Бертона занималась созданием компьютерной версии «Царя Скорпионов». Начиная с планирования рисунков, различных схем, захвата движений и создания царя, суммарно этот процесс длился три недели. Бертон также присутствовал на съемках фильма, делал свои записи для того, чтобы синтезировать изображения на грани с реальностью. Изначально планировали создать падение колонн с помощью графики, но такое решение не устроило Сомерса и пришлось съемочной группе попотеть, чтобы создать макеты колонн, которые благополучно были повалены в нужном направлении. Понадобился один успешный дубль для съемок того эпизода. Некоторые из сцен в поезде были сняты в павильоне студии, специально созданной для съемок копии вагона. А Дэд Ферр был несказанно рад тому, что его герой выжил в первой мумии. Актер рассказывал, что было несколько вариантов сценария, где его герой погибал. И только в одном из вариантов сценария его миджай выжил. К большому удивлению актера Сомерс сохранил жизнь его героя, тогда как более очевидный кандидат на то, чтобы остаться в живых и сыграть в продолжении, Бенни погиб. Ферр повредил руку во время съемок сцены в автобусе, а в пустыне так старался, что свалился с лошади. К счастью, обошлось без повреждений. В фильме его лучшим другом была птица Хорус. Интересно, что создатели популярной игры Assassin's Creed вдохновлялись образом миджая героя Фера для создания персонажа Баика. События игры происходят в Древнем Египте, а у миджая Баика есть ручная птица Сену. Аналог Хоруса из фильма «Мумия возвращается». Для сюжета фильма Сомерсу понадобился новый пилот и оригинальное воздушное судно для передвижения. Стивен остался доволен работой с актером Бернардом Фоксом, который сыграл отважного пилота в «Первой мумии». Но его герой, как вы помните, не пережил события первого фильма. Пришлось искать замену. Роль пилота по имени Изи сыграл Шон Паркис. Стивен Сомерс никак не мог придумать имя для героя Паркиса и, отчаявшись найти подходящее, выбрал для него кличку. Его домашнего любимца – собаки Изи. Оригинальный дирижабль Изи создавали на студии в течение трех недель. На некоторых общих планах фильма авторам помогли художники и мастера компьютерной графики. А вот все крупные планы снимали в бережно созданном дирижабле. Студия в качестве помощника с оригинальными идеями предлагала режиссеру соавтора сценария. Но Стивен напрочь отказался от этого предложения. У него у самого была масса оригинальных идей. Сомерс рассказывал, работал над сценарием фильма пять долгих месяцев. Хотя и после написания сценария он все равно вносил правки, некоторые из которых режиссер сделал в ходе съемочного процесса. Так Джонатан уговаривал Изи и отправлялся с ним на поиск сокровищ в Египет. Но от съемок этого эпизода Сомерс решил отказаться. Также герой Хан являлся владельцем крупного казино и жил в роскошном особняке Близморя. Но и этот эпизод Сомерс вычеркнул из сценария. В одном из вариантов сценария Ардет Бэй и его соратники Миджай сражались с Царем Скорпионов. Проигрывали бой, а Ардет Бэй погибал. Однако и от этой задумки Сомерс отказался. Таким образом, в очередной раз сохранив жизнь героя Фера. Брэндон во время съемок фильма травмировал колено. В связи с чем съемки были приостановлены на четыре дня. Также Фрейзер получил трещину ребра. Сам актер с улыбкой вспоминал о произошедшем. Полученные травмы – это часть моей работы. По-другому не добиться максимального результата так, чтобы зритель поверил тебе и происходящему на экране. Напомню, что и в первом фильме Фрейзер получил ряд неприятных травм. Журналисты задавали вопрос Брэндону. Не хотели бы вы сниматься в боевиках и стать звездой жанра? А Брэндон ответил. Так я уже снимаюсь. Мумия совмещает в себе сразу несколько жанров. Где в том числе есть отличный экшен. Статус звезды боевика или чего-то там еще я с удовольствием разменяю на возможность сыграть в продолжении фильма «Мумия». За время съемок мы стали одной большой семьей, которых объединяют грандиозные приключения. Рэйчел Вайс, сыгравшая в фильме сразу две роли – Иви и дочери фараона – во время съемок фильма заболела. У актрисы поднялась высокая температура. Свою героиню она называла отважной авантюристкой. Из тихого скромного библиотекаря она превратилась в искательницу опасных приключений. Также Рэйчел рассказывала, что изначально у Иви и Рика была вполне себе обычная небольшая квартирка в Лондоне. Но Сомерс решил, что Чита Аконолов будет жить в роскошном особняке. Самой сложной сценой в фильме она называла финальную сцену поединка с героиней Веласкис. В том эпизоде актрисы также работали без дублеров. Сейчас на актерском счету актрисы более 50 фильмов. Но проведенный не столь давно опрос популярного интернет-портала показал, большинство зрителей считают Иви любимой героиней из всех тех, кого играла Вайс в кино. Также многие сочли замену Рэйчел в «Третьей мумии» с самым неудачным решением студийных боссов. Рэйчел рассказывала, что третий фильм надо было снимать сразу же с режиссером Стивеном Сомерсом в начале 2000-х, когда «Мумия» была невероятно популярна. Наверняка с этим утверждением Рэйчел многие согласятся. Существует две официальные отечественные дублированные версии фильма. Брэндона Фрейзера дублировали Олег Куценко и Сергей Смирнов, а Рэйчел Вайс дублировали Марианна Шульц и Татьяна Шитова. Суммарно съемки фильма «Мумия» возвращается длились 4 месяца – с конца апреля по конец сентября 2000 года. А мировая премьера фильма состоялась в апреле 2001 года. Символично, что премьера первой «Мумии» также состоялась в апреле месяце 1999 года. При бюджете в 90 миллионов в мировом прокате фильм собрал 433 миллиона долларов. Кассовый успех несказанно порадовал студийных боссов. Продюсер Шон Дэниел рассказывал, что у фильма также были великолепные продажи на носителях, а также массово продавались права на показ телевизионным компаниям. Этим он нас совсем не удивил. Популярность «Мумии» в ту пору была заоблачной. Сомерсу удалось снять достойное продолжение. И сейчас, спустя годы, многие наши зрители с удовольствием пересматривают фильм «Мумия возвращается». В компании с киноностальгией и любимыми экранными героями хорошее настроение от просмотра гарантировано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова